Так, раз-раз. Меня слышно? Ага, окей. Так, ну, меня зовут Лайшев Тимур. Я главный инженер-тестировщик в компании Аплана. У меня довольно большой опыт нагрузочного тестирования. В принципе, как бы там все проекты перечислять смысла нет. Я перечислил просто продукты. Ну и приступим к моему докладу. Он называется «Шаблоны проектирования нагрузочных скриптов». В нем я буду рассказывать о некоторых решениях, подходах, которые у меня возникали по ходу моего опыта работы в нагрузочном тестировании. И, соответственно, эти шаблоны будут основаны на следующих идеях. В первую очередь, это использование некоторого кастомного кода. То есть некоторые самописные решения, которые дополняют, улучшают, как-то оптимизируют ваше средство нагрузочного тестирования, которое реализовано с помощью стандартных инструментов. HP Loadrunner, Apache G-Meter, Rational Performance Tester IBM. Соответственно, все эти решения направлены на повышение гибкости вашего средства нагрузочного тестирования. И так или иначе дают вам некоторый профит. Ваш SNT может легко перестраиваться. Ну и в конечном итоге основная все-таки цель, зачем это можно использовать, это минимизация рисков по срыву сроков проекта. Потому что это всегда больно, это потери. И в деньгах тоже, по части премий. Так, мой доклад будет состоять из таких трех основных шаблонов, трех задач. Перейдем к первой. Это перенос тестовых данных в базу данных. Что, по сути дела, является вообще таким стандартным хранилищем для тестовых данных. Ну, в инструментах нагрузочного тестирования. Это обычно просто текстовые файлы. При этом есть целый ряд проблем, которые могут быть как бы связаны с использованием текстовых файлов. Но в первую очередь это что? Это понижение производительности вашего средства нагрузочного тестирования при работе с большими объемами. То есть, предположим, нам нужно в ходе какого-то теста, пусть даже очень длинного, 24 часа, например, использовать кучу записей, несколько миллионов. Окей, мы их все создали, запихнули в какой-то текстовый файл, потом пытаемся скормить это дело нашему инструменту NT. И очень часто сталкиваемся с проблемой производительности. Потому что там без разницы, что мы используем, что API G-метр, что HP Loadrunner, такой вроде бы супердорогой, с дорогой лицензией. Все они начинают, так сказать, немножко провисать. Следующая проблема, очень критичная, это очистка нашего набора тестовых данных от уже использованных записей. Ну, что я здесь имею в виду? Предположим, у нас есть некоторый кейс, где во время каждой последующей итерации, вообще выполнения любой итерации, нам нужно использовать уникальные значения. Ну, такой более-менее банальный пример, это если у нас есть какая-то кадровая система, мы хотим там завести нового сотрудника, и там необходимо ввести его номер паспорта. Соответственно, дважды один номер, тот же номер паспорта мы использовать не можем, потому что там система как бы ругнется, выдаст эксепшн. Кроме того, очень много средств NT, они не берут там данные с файлика последовательно, вот у нас есть миллион записей, мы во время первого теста использовали 5000, ну окей, просто удалим их вначале. В общем, вот, то же самое HP Loadrunner, данные будут тянуть из всех частей файла, в общем, вот, и впоследствии, чтобы очистить наше значение, точнее, наш файл от уже использованных данных, чтобы подготовиться к новому тесту, нам, получается, нужно будет логировать их, потом как бы вычищать все ненужное. В общем, все это как бы трудозатратно довольно. То есть из реального опыта был такой пример, что тестируем опять же ERP-систему одну, и заказчик спрашивает то, что, ребята, а когда можем как бы перезапустить тест, как бы, потому что ничего, как бы, время идет, мы внедриться должны, как бы, послезавтра. Я говорю, как бы, так, ну, знаете, просто у нас тестов было, как бы, ну, это было все до решения, как бы, вот этого придуманного. То, что тестов очень много, файлов тоже очень много, ну, знаете, ну, попробуем через два, но часа четыре, знаете, а может и нет, кстати, как бы, может, часов через пять запустимся, он такой, ну, понятно, как бы, все. Все плохо. Соответственно, еще одна проблема — это отсутствие контроля над связанностью данных. Что я здесь имею в виду? То, что зачастую бывает так, что у нас некоторая операция в нашем нагрузочном тесте должна предшествовать какая-то другая операция. Ну, например, есть система, в которой можно заводить клиентов и продуктов. Соответственно, продукт привязывается к клиенту. Если мы не завели клиента, мы не сможем привязать к нему продукт. Ну, потому что есть какая-то связь по ID-шникам, еще там, по различным сущностям. И при этом эти операции должны быть выполнены в ходе одного теста. То есть, опять же, как бы, если мы работаем с текстовыми файлами, мы должны все это очень четко контролировать, что там ID-шники всех клиентов в одном файле соответствуют ID-шникам этих же клиентов в другом файле и так далее. Ну и, соответственно, еще одна проблема — это неравномерное использование записей внутри объема, ну, как бы, неравномерность на глаза. В общем, как бы, что я здесь имею в виду? То, что, предположим, у нас какой-то тест запустился не с первого раза. Ну и даже не с первого, не с третьего, а с четвертого. Мы каждый раз используем одни и те же самые, как бы, тестовые данные. Запустили один раз, второй, третий. Что у нас получается? То, что данные, которые были в начале, они постоянно переиспользуются. А до некоторых данных мы даже не дошли. То, что мы использовали в начале, оно могло либо закэшироваться, либо, наоборот, мы уже начинаем перегружать систему по этим данным. Поэтому, так или иначе, зачастую требуется некоторая равномерность, потому что иначе мы просто будем эмулировать эмулировать, ну, не совсем реальную, как бы, нагрузку на систему. Соответственно, что я предлагаю? Это использование базы данных в качестве источника тестовых данных. Соответственно, рассмотрим некоторые объекты, которые для этого хорошо подходят. Но в первую очередь, это таблицы. Здесь все довольно тривиально. Они хорошо как раз подходят для хранения большого объема связанных данных. При этом к ним, в принципе, относительно можно получить довольно быстрый доступ. Все можно тянуть через сеть. Это все довольно хорошо подходит также для организации справочников. То есть, предположим, есть у нас, опять же, система, в которой мы заводим клиентов. В частности, у клиента, предположим, должен быть указан его почтовый индекс. А на индексы, там, предположим, в системе есть валидация. Укажем неправильный индекс, у нас система ругнется. Ну, окей, хорошо, что мы можем сделать? Мы можем просто взять некоторую выборку индексов, предположим, там, по городу Москве, прогрузить какую-то таблицу и делать так, чтобы у нас там нагрузочный скрипт периодически подтягивал, параметризовал какие-то наши запросы. Ну, и, соответственно, еще одним таким опциональным вариантом является использование логирования в базу данных для последующего переиспользования этих тестовых данных. Ну, что я здесь имею в виду? Опять же, на примере клиентов и продуктов. То, что, предположим, нужно провести некоторое первоначальное наполнение перед нашим нагрузочным тестированием. Будем создавать клиентов, чтобы потом к этим клиентам привязывать продукты. Ну, мы также абсолютно что делаем? Взяли, отправили в систему запрос, получили положительный ответ. Окей, хорошо, мы берем в некоторую таблицу, вставляем айдишник клиента, который дальше будет использоваться при операции добавления продукта к этому клиенту. Получили некоторую таблицу, а дальше в таблицу с тестовыми данными для операции создания продукта просто перелили туда эти данные. То есть, по сути дела, мы выполняем оператор insert into select from. Все более-менее стандартно. Ну, еще одним очень полезным объектом являются последовательности, сиквенсы. Они отлично подходят. Ну, что это такое? Это просто объект, при обращении к которому он увеличивает свое значение на некоторую величину, которую мы просто даем по определению. Ну, там 1, 2, 3, 4, 5, как бы. Можем там на 5 увеличивать, на 6. Кроме того, они также могут быть циклическими. Это тоже очень такое полезное свойство. То есть, если нам нужно каждый раз, предположим, генерировать новую уникальную ID продукта, мы можем, вот на вот этом примере, который говорил, можем каждый раз брать это значение из секвенса. При этом между различными тестами секвенс будет сохранять свое значение. То есть, мы все время будем добиваться как бы добиваться некоторой уникальности. Пуча же с текстами, файлами, что там сначала мы прогоняем первую, тыщу, вторую, третью, а вдруг мы забыли как бы поменять наш датапул. Вроде бы все уже запустилось, но посыпались ошибки. Опять нужно перезапускать тест. Ну, и кроме того, механизмы баз данных позволяют организовать процесс получения данных. Что я как бы здесь имею в виду? Ну, предположим, у нас есть некоторые таблицы с нашими клиентскими данными. Ну, в данном случае я вот указал номер за грандпаспорта. Там могут быть еще какие-то значения, предположим, номер телефона, адрес и так далее. Обратите внимание на то, что заранее добавил поле ID. Соответственно, что мы делаем? Для того, чтобы обход был последовательный, и кроме того, данные как бы брались уникально, вот все те проблемы, о которых я говорил в самом начале, мы вводим некоторое поле статуса. Это некоторый маркер, который говорит о том, была ли эта запись уже использована или нет. И дальше, когда мы захотим получить какое-то очередное значение из нашей таблицы, что мы делаем? Мы выбираем наименьшую запись, точнее, запись с наименьшим ID-шником со статусом 0. Ну, статус 0 в данном случае означает, что эта запись еще не была использована. После того, как мы возьмем нашу запись, чтобы никто там, никакой другой нам скрипт, там поток не зацепил опять же эту запись, мы апдейтим ее статус на единичку. Таким образом, когда в следующий раз будет выполнен тот же самый запрос от какого-то, не знаю, другого виртуального пользователя или от кого-то еще, в следующий раз мы просто уже наш запрос выдаст нам значение из второй записи в таблице. Соответственно, есть такая вероятность, что у нас два скрипта, два потока, два виртуальных пользователя в один момент захотели обратиться к одной и той же самой записи. Ну, в реальности, как бы, эта ситуация, опять же, создаст ошибку, потому что какой-то запрос, там, система оборотит быстрее, и на второй запрос просто вылетит exception, типа, эти данные уже были использованы. Как раз для этого необходимо использовать оператор select for update. Что это такое? Это, опять же, просто некоторая стандартная выборка, но которая блокирует конкретно данную запись до тех пор, пока не будет выполнен commit. То есть, что мы делаем? Мы делаем select, после этого выполняем, захватываем запись, после этого делаем update, помечаем то, что эта запись уже использована, и делаем commit. Соответственно, как бы, нет следующий скрипт, для него эта запись, некоторый параллельный скрипт, который выполняет ту же самую операцию, для него эта запись заблокирована. Ну, а в дальнейшем просто, опять же, сработает условие на select, что мы выбираем запись с наименьшим ID-шником со статусом 0. Ну, соответственно, ну да, вот пример. Альтернативным решением, оно мне, в принципе, даже гораздо больше нравится, использование связки, вот таблица, у которых есть ID-шник, и последовательность. То есть, что мы делаем? Мы создаем некоторую... У нас есть таблица, полноса тысячи записей, и мы создаем некоторую последовательность. Опять же, значение будет увеличиваться один, два, три, четыре, пять и так далее. Алгоритм состоит из двух шагов. Первое, мы получаем значение последовательности, а дальше мы из таблицы выбираем ту запись, ID-шник которой соответствует значению этой последовательности. То есть, сиквенс будет у нас увеличиваться. Каждый раз каждый пользователь будет брать новую запись. Кроме того, в чем плюс этого решения? То, что блокировки на сиквенсах, они как бы автоматически выставляются, и они очень быстро снимаются. То есть, это очень такой быстрый процесс. То есть, если как бы интересуют цифры, конкретно на данном решении, удавалось достичь производительности порядка где-то, не знаю, 700 запросов в секунду, при этом время отклика по получению, по операции, по получению тестовых данных составляло там тоже порядка 4 миллисекунд, а сама все база крутилась на машине, где вот было 2 гигабайта оперативки, то есть вот у нас был Oracle, он кушал всего гигабайт, там было 4 ядра. В общем, очень высокая производительность при сравнительно небольших требованиях мощностям. Ну и, соответственно, по алгоритму, то есть получается первая итерация, первая запись, вторая, вторая, третья, третья. Соответственно, что можно сделать для того, чтобы еще больше оптимизировать наш процесс? Можно создать всегда индексы. Например, по полю ID, то есть у нас получили значение секвенса, вот как в предыдущем примере, выбор следующей записи будет осуществляться гораздо быстрее. То есть пусть даже у нас есть 10 или 20 миллионов, но все равно время возврата, время отработки селекта будет там несколько миллисекунд. Соответственно, также для улучшения нашей жизни можно использовать дополнительные некоторые объекты, например, для создания интерфейса, использовать хранимые процедуры. Предположим, весь этот наш сложный код с селектами, с секвенсами и так далее мы можем вынести в хранимую процедуру и просто говорить, что отдай мне выборку по операции такой. Передаем название операции, нам в ответ просто прилетает курсор, в котором уже есть все необходимые значения. Но опять же в плане курсоров хотел сказать, что здесь для чего они могут быть полезны. Если мы тянем значения с большого количества таблиц, мы все в итоге можем взять и объединить в одну запись, которая потом дальше наш код как-то обработает. Также мы можем в те же самые выборки добавлять некоторые значения, например, типа текущей даты, которые, опять же, генерируются в базе данных, какие-то преобразования. В общем, использовать движок BD по полной. Ну и, соответственно, рассмотрим преимущества данного решения. Но основное преимущество, на мой взгляд, опять же, то, что объем ограничен лишь дисковым пространством. То есть 30-миллионные датапулы, это все реально, кроме того, это очень быстро. Нет никаких проблем с переносом. Например, если у нас сервак наш хотят отжать, в общем, на котором мы развернули все наши датапулы, окей, мы всегда можем сделать бэкап и довольно быстро там развернуть его на другой машине. То есть здесь все делается буквально в две операции. Нету явной привязки к средству NT. То есть, по сути дела, если мы этот механизм как бы реализуем, там, подположим, на Oracle и напишем с использованием там драйверов код на Java, у нас может быть использован как в Performance Tester, так в OutRunner, так и в G-Meter. В общем, никаких проблем здесь нет. Ну и, соответственно, хотел отметить еще один очень важный пункт отдельно. То, что зачастую бывает такое, что по ходу теста возникают некоторые ошибки, которые правятся не сразу. То есть, предположим, я запустил тест, через 10 часов мне администраторы говорят, ой, знаете, у нас возникла тут проблема, но мы очень быстро как бы пофиксили. Но у нас, правда, там ошибки вначале были, мы можем продержаться еще, не знаю, там, 24 часа, чтобы у нас тест был красивый, чтобы было нормальное время замера. Как бы я говорю, нет, знаете, уже нет, как бы, тест был рассчитан как бы на 24 часа, но я взял запасом, в общем, вот, но 36 вообще никак. В принципе, с использованием баз данных у нас всегда есть возможность вот некоторых дозаправки в воздухе. То есть, мы всегда можем взять там сверху к нашим текущим данным, как бы сделать какой-нибудьенсерт, который просто нам расширит пул без дорогостоящего перезапуска теста. Так, ну, перейдем к следующей. Задача — это использование собственного некоторого промежуточного контроллера. Проблема стандартных решений состоит в чем? То, что периодически возникают очень сложные сценарии нагрузки. Что я называю сложными сценариями нагрузки? Это сценарии, в которых очень много нагрузочных скриптов. В чем, соответственно, проблемы таких сценариев? Первое — то, что чем больше скриптов, тем сложнее составляет такой сценарий, потому что нужно выстраивать там правила для входа пользователей, выставлять там различные польские задержки и так далее. Все это очень сложно. Тем более, чем больше скриптов, тем больше вероятность ошибки. Соответственно, рассмотрим вообще такой пример, что такое контроллер. Ну, на примере иллюстрации я представил себе его так. То, что у нас есть некоторый, не знаю, человек с рогаткой, который пуляет, соответственно, камешки, патроны в сторону тестируемой системы. Перед ним есть там некоторая лента, и он, соответственно, направляет систему то, что сейчас находится на конвейере перед ним. Соответственно, для того, чтобы создать вот некоторый такой собственный промышуточный контроллер, по сути дела, что нам нужно сделать? Нам нужно просто правильно подготовить вот некоторую ленту. Разные, кстати, типы вот этих пулек — это разные операции. Правильно ее заполнить, дать ее нашему человечку и поставить перед ним секундомер там, пуляя каждую минуту. В принципе, такое решение есть уже в одном из инструментов NT, это в Яндекс.Танке. Они умеют скармливать ему access-log сервера. Ну, то есть, лог, которым просто идут операции, которые отправляют в систему. То есть, лог с промышленной среды, он скармливается нашим средством нагрузочного тестирования, и он последовательно как бы их вызывает. Но здесь вот есть ряд некоторых проблем. В том, что это довольно ограниченное решение. Во-первых, это действует только для HTTP, а кроме того, если мы имеем дело с access-log, значит, у нас в систему уже внедрена промышленная эксплуатация. А что делать, если у нас дан только профиль нагрузки, который, предположим, у нас оставили аналитики? То есть, даны только данные по интенсивностям операций. Ну, вот на примере трех операций. У нас даны три интенсивности. Там 0.1 операция в секунду, 0.3 и 0.5. Вопрос — как заполнить нашу вот эту конвейерную ленту? Соответственно, нельзя просто взять и накидать их последовательно. Почему? Потому что это будет, опять же, нереальное использование системы. Одна операция может быть гораздо тяжелее, чем другая. Мы будем воспроизводить нагрузку не так, как она происходит. Опять же, должна быть некоторая равномерность операций. Соответственно, перейдем к понятию интенсивности или частоты, к понятию периода. Но это просто как бы обратная величина. Если операция выполняется у нас 0.1 раз в секунду, значит, она выполняется через каждые 10 секунд. Ну, в принципе, как-то схематично я здесь все это изобразил. Соответственно, чтобы заполнить такую ленту, имея интенсивности, я предлагаю следующий алгоритм. Мы пройдемся по некоторой временной шкале. В данном случае это просто номер секунды обозначен. И будем пользоваться таким правилом. Если у нас номер секунды кратен периоду, значит, операция должна выполняться в эту секунду. Но все логично. Смотрите, если операция у нас выполняется, предположим, на 10 секунде в первый раз, а ее период равен 3. В следующий раз она будет выполняться на 13 секунде, потом на 16 и так далее. Ну, просто вопрос, как заполнять. Ну, пройдемся по алгоритму. На первой секунде ничего не было. Вторая секунда. Окей, у нас номер секунды кратен периоду. Это голубая операция. Ну, на третий — третий, на четвертый опять... На третий — красная, на четвертый опять голубая, на пятой ничего нет, ну и так далее. В общем, заполнили. Соответственно, теперь для того, чтобы создать последовательность, мы просто возьмем и в том порядке, в котором у нас появлялись наши операции, просто запишем их там в файл, потом почитаем в оперативку или в базу данных, опять же, здесь все довольно сильно взаимосвязано, и получим некоторую нашу общую ленту. Поставим человека с секундомером, и вот, в принципе, перед ним будет этот конвейер, он получает операцию на вход, окей, отправляет ее в систему. Ну, вопрос такой, окей, хорошо, мы написали вот некоторый такой наш инструмент, подаем на вход ему какую-то, не знаю, там, последнюю запросы, он их начинает кидать. Соответственно, для увеличения, как бы, уровня нагрузки все, что нужно сделать, это просто добавить еще одного такого человека, там, еще один такой поток или еще одного виртуального пользователя. У нас каждый виртуальный пользователь, по сути дела, выполняет весь профиль, при этом, как бы, он довольно самодостаточен. Ну, и, в принципе, в таком случае тест определения максимума будет выглядеть в следующем виде, то есть мы все добавляем, добавляем человека, и оп, у нас, как бы, цель наша достигнута, мы определили максимальную производительность. Ну, таким образом, если режимировать, то плюсами данного решения является устойчивость некоторой корректировки профиля. Если мы один раз написали вот этот алгоритм, который позволяет нам строить такую ленту, то, как бы, все здорово, даже если какие цифры поменяются, мы всегда можем перезапустить, пересчитать нашу ленту. Можно добавлять какие-то операции. Ну, и плюс, опять же, это простота построения нагрузочных сценариев, потому что у нас в данном случае все оперируется одной, фактически одним скриптом, которому на вход просто идут различные операции. Ну, предположим, там различные классы. Ну, и перейдем к последней задаче, это использование наследования при создании нагрузочных скриптов. Сейчас, не знаю, по крайней мере в моем опыте, есть некоторая тенденция к тому, что вообще нагрузочное покрытие для систем, оно начинает довольно сильно расширяться, то есть количество скриптов становится все больше и больше, так сказать, для того, чтобы протестировать систему. Бывают, конечно, системы, в которых там только одна операция, но все-таки есть некоторые тенденции к увеличению. При этом зачастую операции бывают довольно сильно однотипны, они, не знаю, там отличаются видом запроса. А так там протоколы, средства подачи, как бы, все более-менее одинаково. И вот пришла в голову идея, как бы, круто было бы взять и вот всю фактически нашу техническую часть, то есть инициализацию запроса, отправку, запрос на сервер, обернуть в какой-нибудь, не знаю, там, Java-класс, и дальше использовать, соответственно, уже такие готовые функции, как фреймворковые типы. Инициализируй запрос, отправив запрос, как бы, уже в скрипте. Соответственно, как бы, давайте использовать для этого наследование. Ну, в наследовании все, в принципе, как и в генетике. Тут, как бы, смысл более-менее понятен, то, что есть родительские классы, у них есть некоторые переменные методы, соответственно, все они передаются также и некоторым дочерним классам. Ну, для того, чтобы создать некоторый родительский класс, давайте, как бы, посмотрим, какие можно использовать там переменные. Ну, в первую очередь это различные соединения. Предположим, если у нас RIPs должен отправлять сообщение в МКО-очередь, то, в принципе, в секцию инициализации скрипта, как бы, логично запихнуть, например, инициализацию этого соединения. Потому что создание соединения сервером — это довольно, как бы, всегда долгая операция, там, пару секунд может идти. И поэтому, что, как бы, соединение сделали, окей, начинаем отправлять сообщение. Ну, то же самое с базой данных, с LDAB-каталогом. Создание параметров запросов. Ну, это, в принципе, по сути дела, как бы, наши вот тестовые данные, опять же. Какие-то эркуиды, например, номера, там, паспортов, фамилии, имя, счета, клиентов и так далее. Ну, и, опять же, некоторые вспомогательные параметры. Это, например, значение таймаутов, величины задержек и так далее. Что можно отнести к методам? Ну, это создание конструкторов, то есть, непосредственно, как бы, инициализация всех соединений, чтение, там, шаблонов запросов и так далее. Получение выборки тестовых данных. То есть, это, предположим, чтение из файла или, опять же, обращение к базе данных. Ну, и методы для отправки запроса, анализа ответа. И, предположим, там, опционально некоторое логирование. В таком случае, если мы выстроили всю эту нашу схему, дальше, что мы делаем для создания нашего обычного скрипта? Мы просто создаем класс, который унаследован от нашего радистского класса, вот некоторого общего класса типа запрос. И в нем мы только перегружаем, по сути дела, именно объекты, специфичные для данного типа запроса. То есть, предположим, пример запроса, какой-то просто XML-ник определенного вида, и тот URL, куда нужно его отправить. Когда же мы будем составлять наши нагрузочные скрипты непосредственно, у нас они все будут выглядеть одинаково. То есть, вот класс названия запроса, точнее, имя операции, а дальше инициализация, отправка, логирование. Различаться будут только именно названия, именно вот этого нашего дочернего класса, специфичного для данного типа операции. То есть, по идее, весь код можно будет накидать копипастом, если все уже заранее готово. Ну и таким образом, это нам что дает? Во-первых, неограниченные возможности по расширению функциональности нашего средства нагрузочного тестирования. Потому что задачи бывают разные. Например, у меня была недавно задача, где заказчик хотел, чтобы мы отправляли запрос по HTTP протоколу в некоторую систему, и при этом держали соединение в течение секунды. То есть, он хотел, чтобы давайте будет делать так, чтобы максимально нагружать нашу систему, захватывать наши обрабатывающие потоки, как будто бы система, которую вы эмулируете, она находится сейчас в таком очень тяжелом состоянии, она сама перегружена. То есть, мы хотим просто прояснить, не будет ли перегруженная система источника, нагрузки на нашу тестируемую систему, сказываться на нашей производительности. Кроме того, как опять же говорил, это там высокая скорость разработки тестовых сценариев, потому что будет очень много копипаста, самое главное — это грамотно составить родительские классы. Ну и опять же, что есть можно сказать, то что простота расширения и отсутствие, в принципе, явной привязки к средству нагрузочного тестирования, как и с базами данных, если мы используем Java или, например, C-Sharp, очень много где это можно использовать. В случае с C-Sharp, опять же, это Visual Studio, так, в принципе, и Lodrunner. Ну и, в принципе, резюмируя, что я хотел сказать, то что вообще использование каких-то шаблонов, подходов, оно как бы не всегда опционально, не всегда обязательно, потому что, например, использование, опять же, для получения тестовых данных технологий, типа Hibernate, ну это, так сказать, уже какая-то явная перегрузка. Соответственно, однако в ряде случаев это может дать там, не знаю, очень много какого-то профита, ну, как бы сделать это довольно прикольно, удобно, собственно, почему бы и нет. Ну, а в ряде случаев, как я вот описал, это, так сказать, по сути дела является единственным способом для того, чтобы решить какую-то задачу. Сложно именно, так сказать, технически. Ну, в принципе, все. Спасибо за внимание. Надеюсь, это было полезно. Вопросы? Да. Ему спасибо за доклад. Вопрос такой, их точнее два. Вы как-нибудь собираете метрики какие-то или SLA меряете? Да, конечно. Конечно. Окей, и как вы смотрите, что, допустим, нагрузилось, ну, не ПО, а железо само, и вся система вот начала ложиться? То есть вы перегрузили систему, ваш продукт работает классно, но вот железо не справляется уже? Ну, окей, обычно просто, не знаю, на проектах, где я работал, для этого используются уже как бы готовые системы мониторинга железа. То есть понятно то, что одним, не знаю, там зачастую в нагрузочном тестировании из критериев, там, остановки теста или, там, достижения уровня максимальной производительности является, предположим, там, ЦПУ на уровне 100% утилизации. То есть понятно, что здесь только не ограничиваются операциями, времени выполнения, времени отлика и, там, использованием аппаратных мощностей. Спасибо. А второй вопрос? О, два. А, окей. Спасибо за доклад. У меня вопрос по поводу хранения тестовых данных. Вы сказали, что используете для этого, собственно, базы. И вопрос такого плана. А не проще все-таки эти данные генерить? То есть, грубо говоря, если вы тестируете, там, регистрацию новых пользователей, я так понял, что вы получаете эти данные, вот, собственно, из базы, а потом создаете, да? Ну, да. Не проще, вот, генерить непосредственно в момент создания. И, соответственно, как бы не надо хранить огромную базу каких-то заранее сконфигуренных юзеров. Не, окей, окей. Как бы, в чем дело то, что дискуссия вообще это здорово. Как я сказал, то, что генерить, да, это классно. Для этого, как раз, я обычно использую сиквенсы. То есть, каждый раз я получаю некоторый новый уникальный айдишник. В случае же, если у меня операция завязана на те тестовые данные, которые уже были внесены в систему, как раз для этих случаев я использую таблицы. Грубо говоря, генерить тоже можно связанные данные. Не, я понимаю, да, да, да. То есть, если вы создаете юзера и потом создаете ему, не знаю, что-то, какой-то профиль, там, продукт с ним связанный, это тоже можно генерить как бы одновременно просто. Не, окей, смотрите, ну, просто в чем дело то, что вы имеете в виду просто взять, не знаю, там, в коде от таймстампа до какого-нибудь айдишник делать. Как-нибудь так или что? Ну, грубо говоря, то есть, как бы вариантов много. Это зависит от того, какие конкретно данные генерятся. Не, ну, я понимаю, да. Просто, на мой взгляд, это получается как бы и проще, потому что не надо хранить, собственно, эти данные для тестирования. И отчасти это, возможно, даже будет быстрее, потому что не надо будет эти данные постоянно из базы выбирать. Не, ну, понятно, да. Как сказать, естественно, как бы это разница в подходах. Другое дело то, что, не знаю, мне просто очень красиво смотреть, когда я провел тысячи операций, а айдишники как бы от одного до тысячи. Как бы вот есть такая некоторая связанность, это раз. А кроме того, это все-таки речь об некотором унифицированном подходе. У меня есть, например, на проектах там такие задачи, когда там действительно нужно геолитить какой-то новый айдишник. Но при этом я для всех там операций сделал единый интерфейс. Вот тебе хранимая процедура. Передай это название операции. Он вернет либо новый айдишник, либо, не знаю, что-то уже подтянет там из таблиц. То есть у меня в каждом скрипте используется вот это обращение, потому что там, я на самом деле связал все эти три задачи на одном из проектов, как бы вот там было и наследование, было обращение в базу данных. В общем, если интересно, я могу, так сказать, чуть более подробно рассказать. На самом деле, действительно, очень удобно. Я сказал вот так. Один раз разработаешь, а дальше будешь использовать везде почти. Ну, где это действительно нужно, на которых сложные проекты. Спасибо за доклад. Было очень интересно. По поводу предыдущего выступающего. Хотел бы добавить, что именно использование базы данных очень удобно, когда у нас отдельные пользователи выполняют различные операции. То есть один пользователь выполнил операцию создания, не знаю, там, клиента, заполнил следующую строку в базу данных, второй пользователь взял из базы данных готовую запись. Таким образом, можно сделать декомпозицию наших тестов на более простые, тем самым, как бы упростив разработку. И второй вопрос. Хотелось бы немножко больше услышать по поводу именно средств такого вот разбиения. Как они реализуются? Если, например, брать лоудрандер, на чем реализуется именно эта схема разбиения? Схема разбиения чего? То, что человек с рогаткой. А, окей. Это, собственно, использование некоторого промежуточного контроллера. Ну, в чем дело? То, что это у меня было реализовано на Java. В общем-то, лоудрандер в частности поддерживает один из протоколов Java User. Ну, по сути дела, да. То есть у меня есть различные типы операций, но просто HTTP-запрос. Я взял, сделал некоторый набор классов. Каждый класс, по сути дела, ну, это был разный запрос. И дальше мой как раз человек, он в зависимости от того, какой операция сейчас выполняет, ну, в текстовом виде, использования, там, вот, класс, популярный, джавийный, Java, там, Lang Reflection, который позволяет, ну, точнее, выполнять какие-то методы классов по их имени. Просто подцеплял необходимый, нужный мне уже как раз класс-операцию и ее выполнял. Еще вопросы? Да, спасибо за доклад. И вопрос такой вот, хотелось бы поподробнее узнать, как вы производите управление потоками? То есть пользователи, то есть каждый поток каким-то образом имитирует действия, там, допустим, какого-то пользователя? Через какое время вы их там стартуете, останавливаете? Это какая длительность каждого из потоков? Он там каким-то образом вычисляется, это время действия, или они все бесконечные? То есть на этом уровне каким образом? Я хотел сказать то, что, в принципе, здесь мое, ну, я так понимаю, что тоже, да, ко второй задаче вопрос, то, что механизм управления потоками здесь довольно стандартный. Я как использовал виртуальных пользователей, да, которые создают loadrunner, так их и использую. Другое дело то, что весь код, да, он изначально был как бы разработан и написан на той же самой Java. То есть механизм управления стандартный, как бы ничего собственного я не придумаю. В плане потоков, опять же, как бы, почему, на мой взгляд, как бы это довольно удобно, потому что, например, опять же, различные блокировки, мне на них не нужно думать, то, что все блокировки на уровне получения тестов, ну, я имею в виду блокировки по потокам, как бы на уровне базы данных, их сама база данных разруливает, а в плане loadrunner, как бы, опять же, я использую готовый механин, то есть собственного механизма управления потоками нет. Контроллер в данном случае это просто, так сказать, средство для получения текущего названия операции, и все. То есть что мы сейчас должны выполнять? Еще у кого-нибудь вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос такой. Механизм, который вы предложили родительских классов. Нет ли желания или возможность делать какой-нибудь фреймворк на его основе, чтобы переиспользовать и уложить его в OpenSource? Нет, на самом деле, как бы, желание есть, просто я не так давно начал это внедрять, но могу сказать, то что вот по идее, то есть есть некоторые, положим, унифицированные относительно методы, которые могут быть использованы. Опять же, там, логирование в базу данных, например, если мы хотим это использовать, создание HTTP-соединения, опционально, такая штука реализована, что посмотри на URL и открывай, в зависимости от этого, ну, от протокола, либо HTTP, либо HTTPS и отправляй его, поставляй некоторые тайм-аут. Как бы, подобная штука также, например, сделана для, там, общения по GMS, да, вот, когда в MQO что-то отправляется. Но до фреймворка такого целого, как бы, пока руки еще не дошли. Но при этом, как бы, сам по себе механизм, я, не знаю, у себя в компании активно его, как бы, продвигаю. Ну, люди тоже пользуются, не знаю, получают удовольствие. Еще есть желающие? Нет? Нет? Нет желающих больше задать вопросы? У вас нет вопросов? Я хочу только поблагодарить вас за доклад, за полезный, на котором я узнала новые полезные фишки. Спасибо. Потому что я немного в нагрузочном пыталась разбираться и пробовала в этом немного делать. Спасибо. Спасибо за доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!